Учение Господа Капилы, Сына Девахути Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарьи Основателя Международного Общества Сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст Слушайте продолжение пятнадцатой главы. Медитация на трансцендентной формы Господа. Медитацию на арчевиграху нужно начинать с лотосных стоп Господа. Не следует сразу переводить взгляд на Его улыбающееся лицо. Сначала необходимо сосредоточить внимание на лотосных стопах Кришны, и только после этого можно постепенно переводить взгляд на Его бедра, талию, грудь и, в конце концов, на Его улыбающееся лицо. Медитируя на озаренной улыбкой лик Господа, Его флейту, руки, одеяние, на Его вечную супругу Шримати Радхарани и других гопи, окружающих Его, мы получаем возможность общаться с Кришной. Так мы учимся созерцать Верховного Господа. Именно с этой целью Он предстает перед нами в виде арчевиграхи. Преданные делятся на три категории. Каништка Адхикари, Матхьяма Адхикари и Утама Адхикари. Утама Адхикари находится на самом высоком уровне духовного развития. Матхьяма Адхикари стоит на промежуточной ступени, а Каништка Адхикари – это преданный Неофит. Неофиту шастры рекомендуют каждый день медитировать на божества. Он должен приходить в храм и начинать медитацию с лотосных стоп Кришны, постепенно переводя взгляд на лицо Господа. Неофиту также необходимо читать и слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. Тот, кто поклоняется божествам, но не изучает ведические писания, не сможет в течение долгого времени практиковать Бхакти-йогу. Существуют храмы, где установлены божества, но где никогда не говорят о Кришне. Люди ходят в такие храмы в течение какого-то времени, но довольно скоро теряют к ним всякий интерес. Особенно это относится к так называемым образованным людям. Поэтому храм должен предоставлять людям возможность поклоняться божествам и слушать Шримад Бхагават Гиту и Шримад Бхагаватам. Поклонение в храме называют Панчаратрика Витхи, а изучение священных писаний – Бхагавата Витхи. Панчаратрика Витхи и Бхагавата Витхи дополняют друг друга. Участие в обоих процессах помогают Неофиту постепенно достичь следующей ступени преданного служения уровня Матхьяма-Атхикари. Духовный учитель должен быть у Тама-Атхикари, Но в целях проповеди ему приходится опускаться на ступень Матхьяма-Атхикари, потому что Утама-Атхикари, преданный и достигший духовного совершенства, не видит разницы между преданными и непреданными. Он считает преданными всех, кроме самого себя. Каништка Атхикари, Неофит, полностью сосредоточен на поклонении Божеству, но он в сущности не знает, как отличить преданного от непреданного и не умеет вести себя с другими людьми. В Шримад-Багаватам говорится, «Того, кто с энтузиазмом поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и как общаться с обыкновенными людьми, называют Пракрита-Бактой или Каништка-Атхикари». Духовное видение, которое развивается у человека, достигшего уровня Матхьяма-Атхикари, позволяет ему делить живые существа на четыре категории. Как сказано в Шримад-Багаватам, Матхьяма-Атхикари – это преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога как высшему объекту любви, дружит с преданными Господа, проявляет сострадание к заблудшим, но искренним душам и сторонится людей злобных и завистливых по природе. Песня 11, глава 2, текст 46. Матхьяма-Атхикари не только поклоняется Божеству. В отличие от Неофита, он видит разницу между преданными и непреданными, а также между невинно заблуждающимися и злонамеренными людьми. Невинные люди не понимают, что можно делать и чего нельзя. Они ничего не знают о Боге, и потому их нельзя назвать богохульниками. Однако есть люди, которые сознательно оскорбляют Господа. Стоит им услышать о Господе и Его преданных, как в них тотчас просыпается злоба. Матхьяма-Атхикари понимает, что Кришна – это Бог. Кришна стул Богаван Своям. Он стремится развить в Себе любовь к Кришне. Он не хочет терять ни мгновение на деятельность, не связанную со служением Кришне. Это первый признак Матхьяма-Атхикари. Жизнь очень коротка. Никто не знает, когда нам суждено умереть. Глупцам кажется, что они будут жить вечно, но преданный понимает, что жизнь мимолетна, и потому старается использовать каждую секунду своей жизни для того, чтобы развить в Себе сознание Кришны. Другое отличительное качество Матхьяма-Атхикари заключается в том, что у него развивается особый вкус к повторению Харе Кришна Маха-Мантры и желание поселиться в таких местах, как Вриндаван, Дварака или Матхура, где проходили игры Кришны. Когда Кришна воплощается на земле, Он живет в Матхуре, Вриндаване и Двараке. Безусловно, будучи Богом, Кришна пребывает всюду, даже в Атме. И тем не менее, у Кришны есть вечные обители Вриндаван, Дварака и Матхура. Поэтому преданные стремятся жить именно в этих местах. Главная цель преданных – это развить в себе любовь к Богу. Это постепенный процесс, который начинается с веры. Без веры не может быть и речи о прогрессе в сознании Кришны. Говоря о вере, мы имеем в виду веру, которая возникает у человека в результате внимательного чтения Бхагавадгиты. Тот, кто не читал Бхагавадгиту, не в состоянии уверовать в Кришну. Вера в Кришну проявляется в том, что мы верим в слова Кришны и выполняем его указания. Если мы читаем Бхагавадгиту как литературный памятник и, прочитав, ставим ее на полку, – это еще не вера. Кришнадас Кавираджа Госвами дает следующее определение веры. Преданный, непоколебимо верящий в то, что, занимаясь трансцендентным любовным служением Кришне, Он тем самым исполняет все остальные обязанности, обладает шратхой, верой, без которой невозможно продолжить занятие преданным служением. Дорогие друзья, окончание пятнадцатой главы книги Его Божественной Милости «Бхактиведанта Свами Прабхупады» «Учение Господа Капилы Сына Давахути» слушайте в нашей следующей передаче. Харе Кришна! Субтитры создавал DimaTorzok